На этих полках Брянского городского архива хранятся почти 130 тысяч документов из более чем тысячи различных организаций. Это документы Брянской городской администрации, четырех районных администраций, Брянского городского совета, документы из полкомов Бежицкого, Володарского, Фокинского, контрольно-счетной палаты и других организаций. Это документы начиная с 1925 года. Современный архив города Брянска организован в 1974 году. До 2009 архив накапливал и хранил так называемые данные по личному составу. Это документы по личному составу, касающихся работы граждан в тех или иных организациях. Это приказы по личному составу, личные дела, личные карточки, документы по заработной плате. Эти документы позволяют обеспечить пенсионное обеспечение граждан. О заработной плате. Есть случаи, есть ли какие-то вопросы по трудовому стажу. Значит, мы подтверждаем. А еще архивисты отвечают на запросы предприятий, администрации, судов, прокуратуры, пенсионного фонда. За месяц восемь сотрудников Брянского городского архива готовят до трехсот различных документов. Для граждан мы исполняем запросы, в основном касающиеся имущественных прав. Это о выделении земельных участков под домостроение, под гаражи, под дачи, значит, о выделении ордеров на квартиры, об опекунстве и другие. А это, по словам Нины Новиковой, самые дорогие архивные документы. На официальных бланках и простых листках с прописью «Запечатленная история Брянска в годы Великой Отечественной войны». Слушаем красноречивые цифры количества жителей нашего города. Документ решения исполкома Брянского горсовета за 44-45 год. Значит так, дается такая информация, что до оккупации города Брянска и его окрестностей количество населения насчитывалось 120 тысяч человек. Указывается, что в настоящий момент, это в 44-м году, на территории Брянска проживает 15 тысяч человек. Хранятся в архиве и свидетельские показания о брянском ДУЛАГе-142. В этих пожелтевших папках – боль и страдания мирного населения, которое немецко-фашистские войска сгоняли в лагерь поселка Урицкий. Это территория нынешнего Володарского района. В городскую комиссию, значит, здесь вот свидетельство. Вот в марте месяце 42-го года я и моя семья, в числе жителей деревни Малая Полпина, были эвакуированы в лагерь номер 142 на Урицком поселке. Пробыв там более пяти месяцев, я увидела всю гнусность отношений немцев к нашему народу. Лагерь был предназначен для военнопленных, но впоследствии сюда гнали народ со всех концов фронтовой полосы, из деревень, сел, городов. В лагере находилось более десяти бараков, предназначенных для складских целей, а немцы использовали для размещения эвакуированных. В каждом бараке было размещено 1200-1500 человек на деревянных четырехэтажных нарах, которые кишели насекомыми всех видов. Пока все эти бесценные документы хранятся, что называется, вживую. В первоочередных планах брянских архивистов перевести подобные документы в цифру. Правда, для этого нужно еще приобрести сканер стоимостью 2 миллиона рублей. Ну а пока оборудования нет, сотрудники продолжают накапливать и сохранять общественную и личную историю жителей города Брянска. Ежегодно архивисты принимают и раскладывают по полочкам более двух с половиной тысяч различных документов, которые рано или поздно становятся достоянием архива, а значит, обязательно сохранятся и в нашей памяти. Алексей Есипенко, Анатолий Чекрыгин, События Брянск.